Всем привет! Мы с Лешей едем в Балберис. Надела свой костюмчик. Очень классный костюм. Это Василечек с легким начесом. У нас погода замечательная. И вот он сейчас прям как нельзя кстати. У меня пришел мой новый заказ. Там и джинсы. Заказала себе джинсы в Ранглер. И что-то еще, короче, я уже не помню. Ну, вообще много всего заказала. Просто если я приду в какой-то момент и все это куча мне вывалят на стол, то это будет неудобно. Поэтому я стараюсь ездить по мере поступления товара. Там, допустим, 3-4 позиции пришло. Я приезжаю, смотрю, что мне нравится. Забираю, что не нравится. Не забираю, а вам что-то показываю. Так что сейчас поедем, посмотрим. Весь день сегодня с Лешей валялись, смотрели сериал. Как называется, Дина? Дина. Дина весь просмотрели. Прикольный сериал. Из 10 мы поставили оценочку в 7. Контроль скорости. Лисичка нас провожает, любимая. Ребят, кстати, слушайте, вы же знаете всю историю про то, что у нас соседка немножечко эта. Ну, такая. Не буду говорить, какая. Короче, немножечко того. Так у нее муж сегодня что вычудил. Сейчас Леша расскажет. Он вообще в шоке был. Мы сегодня доставку заказали с чайханы. Плов, там, борщик. И приехал к нам курьер. Леша стоит. Ну, что, эти товарищи все время всем недовольны. И Леша вышел, получает заказ. Я хотел баню здесь поставить. Они недовольны. Ну, я не стал баню ставить. Поставил мангальную зону. Но, как только я жарю шашлыки, сразу же они звонят в администрацию. Начинают жаловаться, чтобы, короче, я шашлыки не жарю. Потому что у нас противопожарный режим. Сосед. Да какая разница? Да это все фигня. Нет, да я зрителям объясняю, что летом был, сейчас уже можно. Ну, вот. Потом сосед хотел навес себе сделать. Типа, уважаемые соседи, я хотел бы сделать навес. Нет, нет, мы тебе запрещаем, мы тебе не разрешаем делать. Ну, и, короче, вот. Они вообще приехали из-за границы. Они иностранцы такие. Ну, мне кажется, они чем-то обижены были по жизни. Да, пенсионеры, они старенькие. И им все мешают жить. Что-то с ними не впаять. Я мешаю им. Тот сосед, ну, ладно, думаю, я мешаю. Она еще заорала. Но вы здесь жить не будете. Тот сосед мешает. Потом тут новые приколы начались. В общем, время пол пятого утра. У нас гости были, Саша с Игуль были у нас в гостях. Да, да, да. И у нас, мы спим. А мы сидели до 11 часов вечера, мы сидели, играли на улице. Спим, вообще нормально спим. А это с этим оказывается не связано. Думаешь, нет? А я думала, из-за этого им не понравилось. Ну, ладно, договори. Ну, что такое лицо? Сейчас зрители, он испугается. Потому что ты никогда вовремя не успокаиваешься. Прости. Я уже успокаиваюсь. Прости. Так вот. И время пол пятого утра. Этот товарищ проснулся. И пошел долбить нам по забору. Мы представляете. Что, он сначала в одном конце забора долбил, потом пошел в другой конец забора долбил. Лиса, соответственно, проснулась, давай лаять на него, он давай еще долбить. Короче, ушел. Потом, через какое-то время, оказывается, это он не нам должен был долбить-то. Его какая-то собака будет. А собака, оказывается, там вот напротив, вот там вот живет. Новая появилась собака. И она лает. Этот полуду как по-другому не называть. Вместо того, чтобы выйти и послушать, какая собака лает, давай мне в забор долбить. Товарищ, причем у меня лиса ночью всегда спит. Она просыпается только утром, где-то часов в пол шестого, когда люди мимо начинают все ходить. Но она там начинает просыпаться и тоже контролировать этот весь процесс. Причем, позову котятки кругом тут, котятки. Вот, и погавкивает. А так она как бы, ну, спит всю ночь нормально. Она никому там нету такого, чтобы она просто ночью будет варить. Так вот, потом в одни из дней Саша, Сайгуль, спали у нас на втором этаже. И Саня ночью проснулся, короче, и пошел на улицу. Я сначала не понял, что он мне потом рассказывает. Говорит, сосед, вот этот же опять. Ночью, в три часа, пошел, короче, к этим соседям. Я орал, там выяснял с ними отношения. А из-за собаки? Из-за собаки. Они что сделать-то не могут? Это же собака, понимаете? Нет закона, который закрывает рот с собаком. Понимаете? Ничего не сделаешь. Он просто, они просто в истерике бьются и все. Ну, короче, вот такая вот. Что, что его жена? Такая вот тема с собакой у нас. И вот, и, короче, сегодня я увидел. Я к чему все рассказываю-то? И сегодня к нам приезжает курьер, доставка. Я выхожу на улицу. А этот вообще без боли, короче, выходит из калитки, короче. И вот так вот напротив соседи. Он берет камни, набирает и в собаку туда бросает. Посадят за это. С чего началось-то? Он же нормальный был. Он, ну, как нормальный человек будет бросаться камнями в собаку? Нет, ну, это же сейчас уже, а до этого? Одно дело, когда ты идешь, там, и в целях самообороны ты взял в руки камень, да? Потому что, ну, собаки есть такие вот здесь бегают. Самый прикол, что туда, куда он кидает, туда дети часто приезжают. А когда ты, там соседи, есть хозяева у этой собаки, все есть. И он туда вот так вот швыряется камнями, в людей может же попасть и всякое. Короче, его накручивает жена, потому что жена там прямо энергетический вампир. Да не имеет значения. А он так снимает стресс. У него должна быть на плечах голова. Ну, должна быть, ну, видимо, там уже все, последняя стадия. Не имеет права он так себя вести. Это его не оправдывает. Его поступки это не оправдывает. Не его, не его жены. Они, когда переехали сюда, начали свои законы, правила и порядки устанавливать, я сразу сказал, ребята, ну, вы, похоже, ну, не там купили себе дом. Вам, наверное, надо было где-то в тайге жить на, я не знаю, миллионах, сотках земли, чтобы вы там отдельно были. Да, мы все соседи общаемся друг с другом, дружим, нормально общаемся. Они вот всех достали, всех достали. Я поливаю траву, да, а мне говорят, не поливай газон. Я, в смысле, чтобы он у меня, ну, сдох, что ли, газон. Типа им капли воды попадают на их участок. Вода попадает на наш общий фундамент от забора. Ну, так как-то заделай эту дырку тогда, чтобы не попадало. Я говорю, ну, и что, что попадает? Вот так, смотрите, вот идет забор, вот фундамент, и там между ним такая дырка. Ну, и что, что попадает? Леша говорит, дождю ты тоже претензии предъявляешь? Ну, дождь, вот сейчас будет лить дождь. Он потом будет также этот забор свой перекрашивать там, или что он с ним будет делать. Ну, я вообще, ну, короче. Вот такие вот у нас дела. Так, в общем, пришла вот такая кофточка, очень классная, со складочками. Хочу еще в другом цвете заказать. Рукавчик длинный. Такая тоненькая, но непрозрачная. Здесь вот так вот подвергнуто. И джинсы Wrangler обалденные. Очень такой плотный, хороший джинс. Классная молния, прям такая тугая. Сзади сидят тоже хорошо. Немножко длинные, но это вообще мелочи. Самая главная расцветка. Классная. Хорошо так утягивает. Прям сбоку, ну, вообще супер. К нам с Лешей на кровать. Заказала на матрасник. Искала специально, чтобы был из хлопка. Чтобы и верх был из хлопка, и наполнитель был хороший. 3,700 что ли стоил. Метр шестьдесят на два. Отзывы неплохие вроде. Короче, посмотрим. Да мы приедем, потом, когда буду расстилать, я покажу вам. Что купила? Купила вот эту классную водолазку со складками. Сейчас зайду обязательно. Еще посмотрю в другом цвете. Очень понравилось. И хочу поближе вам показать джинсы. Посмотрите, какое качество. Жалко, что придется мне их отрезать. Немножко длинные они мне. Прям вообще. Ну, в ранглер они и стоят, конечно. Больше 10 тысяч они вышли. Но это того стоит. Потому что с Коллинз, конечно, не сравнить. Я в прошлом году себе джинсы покупала Коллинз на осень. Но там совсем другое качество. И ткани. И вообще и отделки, и фурнитуры. Они прям замечательные. Все их разглядела, рассмотрела. Пятый кармашек вот таким образом сделан. Тоже нравится мне. Так, все еще взяла. Еще взяла себе шапочку со снудиком. Такие вот тоненькие. Не знаю, сама буду носить или Алиса будет носить. Примерила. Вот даже волосинка моя. Примерила. Мне понравилось. Как сидит. Очень классно. С распущенными волосами. Вообще супер. Сейчас покажу вам. Ищущие взяла. Сейчас прям с удовольствием пользуюсь различными соляными скрабиками. Ну, прям такая легкость. Знаете, это как очищение солью. Соль же все в себе отпитывает. В общем, наношу, прям когда купаюсь, наношу на тело, держу немножечко и потом смываю. Взяла разные. Вот этот вообще какой-то голубой. Потом домой приедем. Тоже, наверное, распакую, посмотрим. А вот здесь прям экстра ароматный. Пахнет кокосом. Ну, короче, как вы поняли, я одно что-то не могу выбрать. Мне нужно все и сразу. Что понравилось, я беру, набираю все в корзину. Потом приходит, на Валберис смотрю и покупаю. То, что прям приглянулось. Так, все, сейчас вещи буду складывать. Мы с Лешей едем в магазин. Мы с Лешей заехали в Магнит. Алиса, кстати, слаймами увлекается. Попросила, чтобы мы ей арка купили. Слайм надо еще. А, еще слайм. Где бы его найти? Ну, здесь получил. А я туалетный утенок не могу найти. Здесь что-то вообще какая-то беда прям с продукцией вот этой для унитазов. Магнит косметики. А, в Магнит косметики можно удавать. Купила два журнала бурта. Не знаю, буду шить, не буду. Ну, короче, я их коллекционировать начала, видимо. Мне интересно, и я покупаю. А здесь как раз два выпуска, и абсолютно разные. Слушайте, нашла календарики на 25-й год со змейками. Такая хорошенькая, я не могу прям. Ну-ка, тут лунный календарь садоводов. А, кстати, прикол. Не, по лунному календарю я тут посадила хвойники. Потом приедем, я вам их покажу. И все нормально было. Короче, поставила Леша в неловкую ситуацию. Сейчас домой приедем. Разглядывать месте, что здесь у нас новенького. Короче, хотела купить утенка. Вообще, обожаю утенка туалетного. Но был только до места. Это в самом Магните. В Магнит косметик зашли. Купили Алисе слайм. Такую прикольную. Знаете, как апельсинки такие с чебурашкой. И там еще такие шарики сыпучие. Ну, потом покажу тоже. Вот. И дальше проходить не стали. Приехали домой. Кушает только, когда мы рядом. А Дима приезжал. Который кафель нам выкладывает. Ремонт делает в квартире. Говорит, а у меня такие же собаки тоже. Такая же у него. Такая же. Которая уличная, да? Доберман. На улице, говорит, тоже. Пока с ней сижу, кушает. Ухожу. Все. Настроения нету. О, видишь? Под шумок. Тима, я сладенькая. Короче, ежик к нам приходит. Слышишь, вот, слышишь, собака лает? Да. Вот эта собака его раздражает. Причем, это она днем лает. А кому какое дело? Днем же собака лает. Да. Имеет полное право. Почему нет? Она и ночью имеет право. А что они сделают? Ну как, ночью нельзя. Суд подадут, чтобы ей намордник надели, что ли? Ну почему мы можем будки закрывать? Ну нет такого закона. Ну на ночь-то надо. Ну в смысле? Ну а какой закон? Ну не мешает вообще-то. Она мешает. Реально мешает. Ну не знаю, мне не мешает. Мне вообще никто не мешает. Я же тебе говорю. Я хочу спать, я сплю. Ночью-то ладно. О, Марс, привет, как дела? Привет. Придем. Ну что, куда-то, в дом? Конечно, я тебя жду. На соль сейчас я буду две минуты. Давай, все. Давай. Это, короче, мы лестницу-то перила сделали. И у нас там есть один небольшой косяк. У нас там на промежуточной вот этой перилины. Перилини должен быть, ну, такой вот нахлест. А его там, ну, нету. А тебе он нужен? Ну и мы как бы думали вообще, что мы цвет перил полностью будем менять. Как бы ничего и не делали. А год прошел, я такой про себя подумал. Ну раз Юля не решается перекрашивать перила, то мы хотя бы вот этот кусочек, я, ну, Марселю отдам. Мы уже привыкли к этому цвету. Марселю отдам обратно, он, ну, он, потому что сам говорил, это наш косяк, я его переделаю. Но мы думали, так как цвет будем менять, то то и сразу это и сделаем. Ну а раз год прошел и с цветом все нормально, значит, ну просто отдадим человеку, он сейчас переделает там. Ну что? Хватит, хватит. Папа опять будет злиться, что ты меня целуешь. Как будто это я тебе дала кошать. Это не я тебе давала, это папа любимый. Лает он там, да? Это девочка или мальчик, интересно? Кто бы знал, но она на него, слава богу, не реагирует. Она реагирует только на ту собаку, которая там на углу. Ну тут, потому что с ним они чуть-чуть конфликтуют. А, переговаривать? Да, да, да. Она когда лает, он ее поддерживает. Когда он лает, она его поддерживает. А вот эта пустолайка, она не помнит. Они еще не поняли ее. А на эту пустолайку она внимания вообще не обращает. Куша моя девочка, куша моя хорошая. Смотрите, как утром лиса была рада меня видеть в окошечке. Меня увидела, лавка не встала. И Леша поставил сюда стулья, говорит, да что такое вообще? Потом дом отмывать. Хулиганка. Пока Леша с Марселем, я хочу с лисичкой побыть. У нее настроение поднялось. Ты моя сладенькая. С кого-то уже потроха вытянула? Жопа ты, жопа. Кого ты там уже распотрошила? Вот счастливый ребенок. Есть игрушечки. Не на привязи. Да, моя сладенькая? Ой. Кормим тебя вкусненько, мясом. Да? Это моя девочка. Вот так. Ой-ой-ой. Вот этот хвойник, который я высаживала не по лунному календарю. И я вам хочу сказать, я прям в восторге. За год, вот это все желтенькое, это прирост за год. То ли в станице там у нас была какая-то негативная зона. То ли что, я не знаю. Но здесь, с учетом того, что здесь грунт вообще такой, знаете, как скалистый, что ли. Мы же на горе находимся, по факту. Оттуда ниже там уже глина, камни. Может быть, просто хвойникам такое нравится? Вот. Леша говорит, пробовал, но нет. Невкусная. Невкусная. Так вот. Дровничок еще мы сделали. Ну, это просто у нас доски были всякие разные. Илюш их напилил. Вот слайм, который я хотела вам показать. Такой интересный, да, Алис? Ну, как апельсинка прям. Ну, и всякие другие покупочки. Хочу вам показать, какая интересная самса в Чайхане. Посмотрите. Вот такая вот квадратненькая она, ну, прямоугольная. Рассматриваю журналы. Я вообще очень привередливая, если честно. Ну, кое-что мне понравилось. Вот здесь вот я удивилась. Кожа тормозит при шитье на машине. Положите полоску шелковой бумаги под прижимную лапку. Первый раз я слышу такое. Что такое шелковая бумага? Где это взять? Очень интересно. Ну, здесь ничего такого. Так, первая носибельная для меня вещь. Это вот такой пулловер. Шьется легко. Смотрится симпатично. Правда, я бы горловину еще поменьше сделала, повыше. Дальше. Вот это все мне не нравится. Вот такое платье. Сначала как-то оно меня смутило немножечко вот этими цветочками. Мне показалось, что без них было бы лучше. А потом как-то повнимательнее присмотрелась. Во-первых, очень красивая модель. Смотрите, как плечики красиво открыты. По фигуре хорошая длина. Очень красивая ткань. Симпатичная расцветка. Хорошая, хорошая, достойная моделька. Я бы такое платье, наверное, даже носила. Понравилось. Блуза понравилась. Классическая блуза. Красивая. Вот этот комплект сначала понравился, но потом, когда я присмотрелась, ну, поняла, что девушка поднес на дело водолазку, такую прозрачную. И я представила, как этот комплект смотрится без водолазки. Мне показалось, что слишком откровенно будет. Если я такой надену, у меня прям грудь будет торчать очень сильно. То есть, ну, только вот с такой блузочкой носить водолазкой. И обувь понравилась. Смотрите. Классная, да? Идем дальше. Идем дальше. Юбочка, как под луи виттон расцветка. Не знаю. Вот еще одна юбка классная, кстати. И вот этот вот комплект понравился. Здесь очень необычные рукава. Видите, как они сшиты? Как немножечко вот таким вот полукругом, а на модели смотрится, ну, прям классно. Тут мне ничего не понравилось. Здесь тоже. Это тоже все не то. Ну, вот еще одно платье. Там оно было с кармашком. Здесь оно просто прямое платье. Классическое платье-футляр. А, юбка. Вот эта юбка, ну, просто обалденная. Обычная ткань в клеточку. И в необычном крое смотрится очень оригинально. Я бы такую юбочку даже сшила бы и носила. Классную. Ну, прям очень классная. А в этом... Сейчас прям покажу вам сразу несколько моделей. Таких, которые, мне кажется, вообще... Так. Блузка так себе. Здесь тоже все так себе. Юбка. Клиния. Сейчас, похоже, это все входит в моду юбочки ГАДЕ. Сейчас вам покажу. Короче, я начала листать этот журнал и думала, что все. Зря купила. Потом увидела вот это платье. Мне нравится, как такие платья смотрятся вживую. Вот с этими завязками на талии. Несколько раз видела в городе, как женщины такие платья носят. Очень круто смотрится. Классно подчеркивает талию. Ну, просто вот замечательно. Я, правда, видела не с кругленым низом, а с прямым низом. Но с кругленым, мне кажется, тоже неплохо. Вот такое платьишко я бы и сама носила. То есть классическое платье-рубашка. Но в то же время не поясом, талия подчеркивается. А именно вот таким вот необычным решением в виде вот этих завязок. Очень нравится. Вот это вот пальто. Шерстяное пальто. Обязательная программа на осень. В принципе, тоже неплохой вариант. Тоже можно было бы такое что-то себе сшить. Но вот такие огромные карманы мне лично вообще ни к чему. Вот смотрите, гигантские просто. Идем дальше. Здесь мне понравилась юбка. И не понравились на жилете вот эти застежки. Не люблю, когда так. Вроде пытаются скрыть, но в то же время все видно. Но не знаю. И сбоку видите, как смотрится. Как пузырь на спине. Наряд учительницы. Вот такой жилет. Такой жилет у меня есть. В двух расцветках. Правда, ткань, по-моему, поплотнее получается. Ну, если так вот визуально сравнивать. У меня в темно-зеленой расцветке с капюшоном. И без капюшона у меня в глубоком синим цвете. Очень удобный жилет. Очень прикольная модель. И мне кажется, она актуальна будет еще не один год. Потому что хорошо смотрится. Обычная водолазка. Только они здесь вот сделали воротник такой. Якобы необычный. С какими-то складками. Её. – Оферка. Да. Продолжение следует. Продолжение следует...